Здравствуйте! В эфире вечерние новости. В студии работает Талшин Шагардхан. Сейчас коротко о главном. Внеочередные выборы Машлиса и Масльхата в продолжении конституционных реформ. Сегодня день воссоединения. Это одно из лучших мероприятий по возрождению национальных традиций. Ремесло – это огромное искусство. Сакен Назарханулу, посвятивший этой сфере 35 лет своей жизни, является одним из тех, кто пропагандирует духовные ценности. Президент Касым Жумар Тукаев поздравил казахстанцев с праздником Куэрису, передает Казинформ. «Поздравляю всех казахстанцев с сегодняшним праздником. Наши жители с нетерпением ждали весны этого праздника. Он призывает к солидарности и сплоченности, является ярким отражением братских обычаев нашей нации. Пусть этот год будет благословенным», – написал глава государства на странице в Твиттер. Напомним, сегодня в Казахстане наступил день солидарности и сплоченности к Куэрису. День воссоединения и встреч с близкими. За последние несколько лет масштабы этого праздника расширились. В последние годы в стране широко развернулось празднование этого дня, ставшего первым предвестником Наурыза. Это одно из лучших мероприятий, направленных на возрождение национальных традиций и пропаганду подрастающему поколению. В день воссоединения народ, успешно перезимовав, возвращается домой, загадывает добрые пожелания и выражает добрые пожелания к Новому году. При этом участники культурного центра АЭША БИВЭ посетили историко-краевический музей. В то время, как этот день отмечается в западном регионе страны в соответствии с обычаями, в восточном регионе этот праздник сформировался чуть позже. Это считается началом марта. Вот зима прошла, весна пришла, солнечный свет, теплая погода. Все человечество стремится к этому новому дню, Новому году и воссоединяются друг с другом. День воссоединения – это один из самых замечательных дней и праздников. Этот праздник весны. Что я хотела бы сказать нашему народу? Пусть Аллах даст нам всем здоровья и давайте хорошо встретим этот год. Хочу пожелать, чтобы наша страна была в целости и сохранности. В своем послании «Новый Казахстан. Путь обновления и модернизации» от 16 марта 2022 года глава государства подчеркнул, что главная цель политической модернизации – это повышение роли граждан в управлении государством. Он отметил, эту работу мы будем осуществлять и через избирательный процесс. Внеочередные выборы в Мажелес и Маслихаты продолжение этой конституционной реформы, говорит председатель городской территориальной комиссии Зинула Колымбекула, которая находится рядом с началом выборов в стране. Он считает, что модернизация избирательного процесса ускорит принятые политические реформы и окажет положительное влияние на дальнейшее развитие нашего государства. Действительно прошел год со дня послания главы государства. Если обратить внимание на прошлый год, то его реализация в эти дни волнует каждого человека. Сейчас я бы сказал, что самое главное – это увеличение количества политических партий. Проект Абастеут Пасе – это большая возможность для простых жителей. На сегодняшний день данный проект охватывает 300 участников. В рамках комплексного проекта проводятся практические тренинги, мастер-классы. Проект, охватывающий пять регионов, оказывает помощь социально уязвимым слоям населения, членам многодетных и неполных семей, а также семьям, воспитывающим детей с особыми потребностями. По словам автора проекта, главной целью является не только получение дохода, но и регулирование социального положения участников, улучшение отношений с обществом, развитие личностных качеств. В рамках проекта на каждый регион выделено 60 миллионов тенге. По области Абая в данном проекте приняли участие 70 человек. Одна из них – Ордак Сапина. Многодетная мама, обучающаяся в течение двух месяцев, выражает благодарность данному проекту. В рамках данного проекта выбрала швейное дело. Шью эти наряды, шью для своего особенного ребенка. Я с детства мечтала быть швеей, потом взяла в кредит швейную машинку и начала шить маски во время карантина. После участия в проекте «Табастаут пасы» я начала шить такие наряды. Участникам, завершившим профессиональный курс, будет предоставлен грант от имени проекта. Так, Ордак Сапина получила помощь в размере 200-месячных расчетных показателей. В рамках проекта ей выделили средства на приобретение швейной машины. Очевидно, что промышленная швейная машина станет отличным вариантом для мамы, которая хочет развивать свой бизнес. Проект сегодня предоставляет возможность обучиться по пяти направлениям. Участники получат образование от квалифицированных специалистов по новому делу. Это беспрецедентный проект. Специфика проекта заключается в том, что в течение четырех месяцев наши наставники будут работать с участниками дальше. То есть нет такого, вот ты обучилась и отдали тебе необходимое. И дальше будешь работать сама. Всегда поддерживаем участников. Если возникают трудности, консультируем и мотивируем работать. В 2023 году в семье проведут ремонт фасадов 32 многоэтажек. Об этом сообщил Аким города Нурбол Нурсагатов на встрече с населением. В этом году Акимат города планирует уделить особое внимание внешнему облику города, благоустройству и развитию жилищно-коммунального хозяйства в рамках финансирования. Текущий ремонт фасадов поможет преобразить вид здания, цитирует пресс-служба Акима города. Слова Нурбол Нурсагатова. Реставрация фасада будет проводиться на разных улицах города. Кроме того, на нескольких многоэтажках появятся муралы. Несколько многоэтажных домов будут украшены муралами, отражающими особенности и туристический облик города. Например, на проспекте Шакарима, улицах Момышула и Сатпаева будут нанесены муралы с изображениями великих личностей, в честь которых были названы данные улицы. В первом микрорайоне на нескольких домах будут нанесены изображения туристических мест области Абай, что придаст отдельный колорит городу, добавила Аким. В университете Алихана Букихана прошла торжественная церемония вручения сертификатов первого выпуска Серебряного университета. Серебряный университет Алихан Букихан-юниверситет разработан специально для лиц божилого возраста и функционирует с 30 июня прошлого года. Проект Серебряный университет объединяет вокруг себя самых неординарных и умных людей старшего поколения и создает для них условия для саморазвития и передачи своего опыта. В Казахстане эта программа работает в рамках реализации концепции обучения в течение всей жизни и работы по государственной программе развития образования и науки на 2020-2025 годы. Серебряный университет или университет третьего поколения, международное движение, задача которого состоит в том, чтобы обучать и стимулировать людей в возрасте, содействовать раскрытию внутренних возможностей и потребностей лиц пожилого или предпенсионного возраста с целью их активизации и самореализации. Торжественная церемония вручения сертификатов первого выпуска пришелся на 14 марта, день воссоединения. На западе Казахстана говорят день воссоединения, уважение людей друг к другу, уважение к старшим, день заботы о младшем, день добра друг к другу. Мы выдаем сертификаты тем, кто закончил первый поток нашего серебряного университета за 4 года. Еще одна особенность сегодняшнего мероприятия – наши старшие поколения чувствуют себя счастливыми, выражая благодарность друг другу и показывая, что могут покорить вершины, несмотря на свой возраст. Отметим, обучение на курсах проходили в очном формате, где у слушателей появилась возможность снова окунуться в неповторимую атмосферу университета и полноценную студенческую жизнь. Мы с осени, до этого момента, проходили курс психотерапия, арт-терапия. Хотим выразить от нашего курса большую благодарность, так как это очень важно для людей пенсионного возраста, быть такими заинтересованными, быть во всех этих проектах участвовать. Это очень здорово, поэтому еще раз хочу сказать спасибо большое. Спасибо всем за то, что дали нам возможность снова окунуться в молодость, в студенческую среду и вместе со страной мы развиваемся, учимся, шагаем вместе. Отличительной чертой Серебряного университета являются повышения требований к педагогическому составу, учитывая возрастные особенности серебряных студентов. Для проведения занятий были привлечены более опытные преподаватели вуза и носители языка. Так слушатели быстрее осваивали изучаемый учебный материал и полностью погружались в языковую среду. Таким образом, на данный момент в рамках данного проекта планируется проведение масштабной работы для повышения качества жизни граждан старшего поколения. Теперь гражданину, который будет служить в армии, не обязательно ехать в другие регионы страны. То есть долг перед Родиной он может исполнить недалеко от места своего проживания. Напомню, весеннепризывная кампания стартовала еще в марте. Подробности в сюжете. В этом году планируется пополнить ряды Национальной гвардии около 300 молодым гражданам области Абай. Граждане, призванные в армию в мае-июне, могут остаться в своем регионе для исполнения долга перед Родиной. Это хорошая новость для тех, кто уклоняется от воинской службы. Стоит отметить, что с текущего года, то есть в мае-июне, в компетенции области находятся только экстерриториальные принципы призыва в Национальную гвардию Республики Казахстан. Следовательно, например, молодые солдаты из семьи могут служить в Усковеногорске или Павлодаре. Точно так же граждане Павлодара могут исполнить свой воинский долг в Усковеногорске семьи. Это было и желанием родителей. Теперь вот хорошая возможность не ехать в отдаленные города. Также ведется работа с комитетом Сарбас Аналаре. При этом члены комитета могут прийти в воинское подразделение, ознакомиться с состоянием солдат и свободно беседовать. Кроме того, Айбек Исаев отметил, что принудительный призыв граждан в возрасте старше 18 лет для исполнения долга перед Отечеством является дезинформацией. По его словам, при наличии справки о том, что будущий молодой солдат еще не закончил полностью учебное заведение технического и профессионального образования, вуз, он не может быть зачислен в армию. А если он хочет с энтузиазмом исполнить свой долг перед Родиной, то его приглашают через академический отпуск из учебного заведения. У молодого солдата есть большие возможности устроиться на работу или продолжить службу по контракту через 6 месяцев, особенно если он окончил колледж или высшее учебное заведение. В настоящее время в селах, районных городах проводятся соответствующие мероприятия для исполнения долга перед Отечеством. При этом гражданам разъясняется важность воинской службы. Ремесло является одним из самых ценных сфер национальной культуры казахского народа. Сакен Назарханул, известный в нашем городе своими произведениями искусства ручной работы, работает в этой сфере уже много лет. Подробнее о нем в следующем сюжете. Казахское ремесло – это благородное сокровище, отличающееся качеством и художественным смыслом. Наш сегодняшний герой – Сакен Назарханул. Это один из мастеров, который передает свои знания из поколения в поколение. Искусству ремесла он посвятил 35 лет своей жизни. В своей мастерской он изготавливает ювелирные изделия из различных металлов, сувениры из кожи в национальном колорите, а также различные емкости. Создавая свои работы, он возрождает многовековую историю казахского народа. Самое главное в ручном искусстве – это то, что некоторые предметы, необходимые для работы, мы можем просто пойти и купить. Например, при создании серебряного изделия нам приходится делать специальные заказы. Изделия рук мастера выставляются на международных, республиканских и областных выставках. Сакен Назарханул награжден медалями Республики Казахстан за творческие отличия в дизайнерском искусстве и за заслуги в развитии дизайна. Лучшие произведения выставляются за рубежом и показывают яркие страницы жизни кочевников. Благородное искусство предков показывает, каким чувством вкуса и широким кругозором обладает казахский народ. Можно сказать, что существует несколько видов таких ремней. Здесь есть такой футляр. Вот здесь брелок. Сейчас мы в процессе работы. Тут должны быть ножи. Это то, что наши предки носили во время охоты и праздничные дни. А сейчас мы говорим о самом поясе, без брелков и этого футляра. Как вы видите, все украшено серебром. Это придает ремню смысл. Сейчас молодому поколению нужно продолжать искусство, оставленное нашими предками. Необходимо показывать потомкам путь создания таких инструментов, как кобыс, домбра, вызывать интерес и не терять свои исторические ценности, говорит ремесленник. Малика Мухтарова, Араила Малиханова, Адлежан Бесингазинов, Телеканал Семей. В честь третьей годовщины создания общественного фонда «Жастар Семей» в нашем городе организовали праздничное мероприятие «Наурос-Шахрада». Основная цель фонда – оказание помощи нуждающимся семьям. Общественный фонд «Жастар Семей» начал свою работу три года назад, когда карантин только начинался. В тот период ребята стали покупать аппараты искусственной вентиляции легких и помогать нуждающимся. В настоящее время фонд продолжает делать добрые дела. Со своей стороны мы поздравляем с трехлетним юбилеем коллектив и руководства общественного фонда, отличающегося большой активностью и добрыми поступками среди молодежи. Я думаю, что сегодняшнее мероприятие будет дополнить тем, что мы составим планы на будущее. В ходе мероприятия активисты молодежного общества организовали для зрителей мини-концерт, где собравшиеся попробовали «Наурос-Кожи» и национальные сладости. А позже они стали участвовать в спортивных состязаниях. Они перетягивали канаты и показывали мастерство в «Казахша-Курес». Сильнейшие получили призы и благодарственные письма. На протяжении трех лет мы уже помогаем народу, всем начали помогать. Также мы построили пляж «Заря» в районе Новостройки, который находится. Также мы помогли многим нашим, как говорится, гражданам нашего города. Помогаем, будем помогать в любых, как говорится, условиях. Также на сегодняшний день мы строим мечеть в районе Красного Кордона. Опять же, это все у нас ведется на свои личные средства. Мы ни у кого ничего не просим, все делаем сами. Добродетель – это одно из достоинств человека. А долг старшего поколения – прививать младшим нравственность и культурную ценность. Получая эти качества, молодежь будет стремиться делать добрые дела. Это были все новости к этому часу. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин